Ритмично продолжают пополнять ряды подозреваемых по уголовным делам. На этот раз обвинение в уголовном преступлении, в частности в превышении должностных полномочий, предъявлено мэру Салавата Игорю Миронову. Статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвинение это звучит дословно так. «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение интересов граждан или организаций, или охраняемых законом интересов общества и государства». Тут, как говорится, ого! Хабировцы уже на интересы государства покусились в своих финансовых махинациях. И, собственно, вот этот кусочек из Уголовного кодекса, вот эта цитата, вполне может стать официальным девизом команды Хабирова. То есть, им можно сделать какие-нибудь маечки, напечатать на них вот эту фразу, чтобы они их наносили на работу. Собственно, речь в обвинении Миронову идет о передаче имущества МУП энергосети Салавата в концессию на 50 лет некой ОООшечке АСТ из Красногорска. Причем передали в концессию это предприятие без всяких торгов, без всяких заморочек, взяли просто и передали. Многие уфимские СМИ уже написали о том, что у этой ОООшечки АСТ из Красногорска очевидным образом торчат уши Сидякина. И по свидетельствам башкирских чиновников же из Белого дома, именно Сидякины товарищи и вообще многие приложили такие достаточно интенсивные усилия для того, чтобы эта концессия состоялась. Но, безусловно, без участия, без подписи мэра Миронова подобная операция невозможна. Собственно, складывается картинка, что именно Александр Сидякин курировал и опекал все процессы по совершению концессий передачи вот этих энергосетей Салавата, Стерлитамака и Ишимбая. То есть во всех трех этих соседних между собой городах произошли абсолютно идентичные процессы. Но есть мнение, что конечными выгодоприобретателями у этих концессий являлись разные люди. Судя по всему, и я так предполагаю, что Сидякину отошли Салават, Хабирову и Ишимбай. А вот кто был интересантом по энергосетям Стерлитамака, того самого Стерлитамака, пока не ясно. Возможно, это была какая-то такая символическая плата за крышу в Москву, за то, чтобы московское энергетическое и политическое, и силовое начальство не беспокоило вот эту всю схемку, чтобы она ритмично работала. Это мое предположение, следствие, как говорится, покажет. Но очевидно, с какой наглостью эти товарищи, как сказано в Уголовном кодексе, ущемили законные интересы общества и государства. То есть предприятия, вот эти энергосети, были накачаны бюджетными деньгами заранее, было все отремонтировано, сделано, заменены трансформаторы, линии электропередач и прочее, прочее. Они были переведены в идеальное состояние за бюджетный счет и переданы в концессию вот этой ложечки. Причем некоторые самые невыгодные кусочки этих предприятий были отчленены и оставлены за государство. Ну, там, где много затрат и мало прибыли. Самое жирное досталось вот этой ложечке. Так или иначе, теперь настало время вот эту схемку разрушать. Ну, по крайней мере, так считают силовики. И первым крайним во всей этой истории становится мэр Стерлитамака, который участвовал в этой схеме АСТ. Три города, три мэра. Из них господин Миронов самый уязвимый и самый доставаемый на данный момент. Потому что мэр Стерлитамака Владимир Куликов уже перешел в мир иной, обколовшись вакцинами от ковида. Мэр Ишимбая Азамат Абдрахманов пока еще вице-премьер правительства. И как бы достать его оттуда тоже несколько сложнее. Хотя ничего невозможного нет. И вот Миронов, безусловно, самый такой уязвимый, самый доступный для следователей. Что, в свою очередь, не говорит о том, что господину Абдрахманову не о чем беспокоиться. Я думаю, ему также надо о чем-то беспокоиться. И беспокоиться, что к нему в дверь тоже в ближайшее время постучат. Но на данный момент, что мы знаем, что обвинение Миронову уже предъявлено. Уже суд определил для него меру пресечения ограничения определенных действий. Ущерб эксперты оценивают в сумму свыше 1 миллиарда рублей. И большие вопросы, как эти деньги будут возвращаться. Потому что красногорские уошечки, как известно, ничего не возвращают. Ни за пиксельные елки, ни за концессии. Аналитики в Башкирии считают, что вполне вероятный сценарий, когда Миронов не захочет отдуваться за всех по максимуму один, как это сделали застройщики Комлев и Бадиков, и не захочет покрывать своих боссов, ну тогда следствие может выйти не только на самих себя, но и на фигуры власти первого уровня в республике. Это Хабиров и Сидякин, которые упоминаются в связи с этими концессиями. Ну и в свете последних событий, понимая, что Хабиров не прикрывает своих, а только болтает об этом бесконечно, начальники и всевозможные руководители муниципалитетов вздрогнули и побежали. Только за последнюю неделю два руководителя муниципалитета покинули свои посты по собственному желанию – это мэр Агидели и глава Краснокамского района. Ну, как говорится, ждем, когда запоет Миронов.